С русским воином через века в музее Ивановского Ситца открылась выставка военной формы, предоставила ее группа коллекционеров из Нижегородской области. 37 комплектов одежды со времен Куликовской битвы до 1991 года. Есть подлинные комплекты, как например этот, капитан ВВС Красной Армии в зимней довоенной форме 1935-1942 года. Пальто кожаное с петличками на воротнике. Кожаные перчатки и маска на лицо. Все непродуваемое, ведь кабины самолетов в то время были открытыми. А это реконструкция на основе письменных источников. Комплект вооружения и одежды стрельца 17 века периода создания полков нового строя. Редчайший экземпляр для музейщиков. Наш стрелец в длиннополом кафтане. Он зеленого цвета. Стрелецкие полки друг от друга отличались цветовым решением кафтана. В общем-то, служилое на стрелецкое платье царь или другое должностное лицо жаловало сукно на такой кафтан. И в общем-то, если кафтан изнашивался, стрелец мог обратиться с челобитной о том, чтобы ему заново выдали сукно на служилое платье. Индивидуальный спасательный комплект моряков-подводников, чтобы выбраться с затонувшей лодки. На вооружение с 1959 года и по сегодняшний день. Экземпляр настоящий, в свое время списанный как подслуживший. Теперь он не спасает, а просвещает. Многие смотрели фильм «72 метра». Вот там, значит, подробно рассказывается с долей юмора. Дыхательный аппарат надевается через голову, лежит вот этим мешком на плечах. Трубки подключаются через гайку. И происходит дыхание с добавлением азотно-гелиокислородной смеси и регенерацией выдыхаемого воздуха. Организаторы выставки говорят, что она прежде всего для мальчишек и мужчин. Но и прекрасной половине здесь есть чему удивиться. Выставка продлится до 31 мая. Посетители ждут со вторника по воскресенье с 11 до 17 часов.